Проверить свои знания родных языков сегодня смогли казанцы в Доме дружбы народов. Акции в Татарстане проходят впервые по приказу президента республики. Народам Татарстана дали возможность проверить знания украинского, турецкого, армянского и других языков. Причем принять участие мог каждый, независимо от пола и возраста. Как проходят акции узнала Алина Камлюдинова. Сначала текст зачитывается полностью и только потом его пишут под диктовку. Все как в школе, вот только вместо обычной черно-белой формы национальный костюм. Сегодня участники, которые писали диктант на украинском, решили, раз уж погружаться в свою культуру, так сразу с головой. Вот и Светлана Осинова решила возможность проверить свои знания, не упускать. Она приехала с Украины еще в 2007 году. Однако, по словам Светланы, свой язык она помнит на отлично. Хаймы не всмехаются, ридная земля, украинка, украинка, украинка я. Текст, известный украинского писателя Василия Сухомлинского, по словам организаторов, несложный для старшеклассников. Однако для тех, кто далек от родины, он вызвал трудности. Поэтому после диктанта Светлана Осинова поняла, надо больше практиковаться. Ну, слова в основном мне знакомы, но все равно как-то неуверенность, неуверенность чувствуется. А пришла я в национальном костюме, потому что это праздник моего родного языка, который я хочу знать, помнить и передать своим внукам, правнукам. Сложности в диктанте возникли у Сергея Шерстнева, продюсера программы «Город». По его словам, такие диктанты – отличная мотивация не забрасывать обучение. Главная проблема, чтобы не потерять язык, постоянно в нем практиковаться. А так как нет мовной, перехожу уже на украинский, нет языковой среды постоянной, вот с татарским легко, да, здесь хочешь говорить по-татарски, вот пожалуйста, тут есть вот с кем говорить. С украинским так не получается, потому что мало кто владеет литературным языком здесь, далеко от родины. Благодаря этому все-таки я решился попробовать себя в грамотности, но не знаю, какая будет оценка. Я надеюсь, что единицу не схвачу. В этом же кабинете проходил диктант и на арабском языке. Текст хоть и небольшой, но сложный. Его особенность, по словам диктора, в ударении слов. Поэтому участие принимали только те, кто большую часть времени говорит на арабском. Помимо взрослых, проверить свои знания решились и дети. Так как еще дети в школе учатся на русском, приходится им дома объяснить на русском. Но только среди своих разговариваний на арабском мы стараемся детей обучить в одном языке. Раз они далеко от родины, мы их здесь обучаем. Сегодня в Доме дружбы народов прошло 14 диктантов. И хоть пока людей было не очень много, организаторы надеются, что такая акция станет ежегодной. Ведь здесь бояться за свои результаты не стоит. Все анонимно. Диктанты будут проверять педагоги нашей школы. Свои результаты также они могут узнать у педагогов или в администрации школы. А так это все анонимно. То есть это просто, знаете, как проверка своих знаний родного языка. Алина Камалюдинова, Максим Малов, телеканал «Эфир». Спасибо. Спасибо.